Как все произошло? Она вернулась домой. Я сидела на кухне. Она начала идти к себе в комнату. Я ударила ее кулаком в лицо. Она упала на пол. Я ударила еще несколько раз. У нее пошла кровь изо рта. Она начала просить меня уйти. Я не ушел. Лол. Я начала ее душить. Во время этого она все еще продолжала говорить что-то похожее на уйди. В один момент она явно потеряла сознание. Но сердце продолжало биться. Я решил быстро, пока еще не остыло, как говорится, выбыть ее. Закончив свои дела, я понял, что сердце, сука, все еще бьется. Тогда я взял нож и перерезал ей гору. Не знаю, насколько качественно я это сделал, но крови было прилично. И часы ха. Пульс все еще оставался. Тогда я взял нож и воткнул ее слева между ребер. Два раза. Потом я попиздил Саши в телеге с ее телефона. Выбыл еще раз и решил пойти написать этот текст. Люди на удивление живучие, как оказалось. Либо у меня было недостаточно физических сил, чтобы придушить ее быстро. Еще в какой-то момент я затолкал ей колготки в рот, чтобы не видеть кровь и не слышать какие-то странные звуки, которые продолжало сдавать ее тело. А, и еще я перетянул горло одной из веревок, которые я покупал, чтобы попробовать с ней шибари. Иронично, да? Ну ладно, такие подробности важны только всяким ебанутым извращенцам. Сейчас будет кусок со словами людям. Знаете, вот данную секунду я осознал, какой же пиздец я сделал. Мне стало холодно, и руки начали трястись еще сильнее. Хе-хе. Боже мой, это же надо выбрать, блять, труп. Так и теперь мне не остается ничего, кроме как собраться силами и выпилиться. Убить человека очень легко, а осознать это нет. Зато теперь можно будет проверить, есть ли жизнь после смерти. Очень сильно хочется лечь спать и понять, что будет со мной после всех этих событий. На самом деле я не очень хочу умирать, потому что, боже мой, в этом блядском мире можно еще столько вещей сделать. Я вот думаю, повеситься, вскрыть вены или попытаться на раз-два-три воткнуть нож в сердце. Очень сложно выбрать. Или вообще под пояс прыгнуть. У нее такая тонкая шея и классная грудь. Я же сказал, что люблю ее. А ведь я даже до двадцати не доживу. Эх. Весьма забавно, как мозг начинает генерировать тысячи причин, чтобы жить, когда начинаешь думать о смерти. Столько всего просто охуеть. Она лежит сейчас там, в соседней комнате. А я сижу и улыбаюсь. У меня нахуй сломались все моральные установки. Слеза почти вытекла. Я помню, как под кислотой осознал всю кристальную чистоту и красоту любви. Во что же мой мозг ее превратил? Во что же превратился я? В конечном счете одна только пустота, которая поглотит меня. Крайне любопытно увидеть реакцию всех связанных с нами лиц. Но нет, я должен умереть. Я должен. Надеюсь, все получится. Осталась последняя сигарета. Обратного пути нет. 22.01.18 15.55 Я стою на подкашивающихся ногах с осознанием, что натворил. Нож был воткнут в брюшную полость той, кого я всем сердцем любил. Оставьте на моих похоронах, дыр боли мне нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok